Чернобыльскую аварию часто называют сельскохозяйственной аварией, потому что наибольшие дозы облучения получает сельское население. И вот совместно с Greenpeace International мы проводили исследования по загрязнению сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, цезием и стронцием на протяжении последних более семи лет. Нашим институтом было установлено после аварии, что существуют регионы в Украине, это Ровенская область, где плотности загрязнения самой территории достаточно небольшие, но эти территории отличаются очень характерными почвами. Это переувлажненные торфянники, торфянно-болотные почвы, которые не сорбируют цезий, он находится в биологически доступной форме и через корневую систему поступает в растения. Дальше животные съедают эти растения и, соответственно, он поступает в продукцию и животноводство, молоко и мясо. Поэтому в этих регионах загрязнение молока остаётся очень высоким. И наши исследования совместно с Greenpeace показали, что и сейчас в ряде населённых пунктов загрязнение молока во много раз превышает допустимые уровни, то есть 100 бикерелей на литр. В этих ряде населённых пунктов их не так много, но, тем не менее, это достаточно большие населённые пункты, такие как Старое село, Дроздень, Вежице, где население больше тысячи человек, и при этом более 40% этого населения составляют дети, которые пьют это молоко. Вы, наверное, все наслышаны о тех огромных пожарах, которые были в прошлом году, в апреле месяце, в Чернобыльской зоне отчуждения. Это достаточно старая история. На протяжении всего послеаварийного периода в Чернобыльской зоне отчуждения было более 1500 пожаров разной силы и интенсивности. Наиболее сильные пожары были в 1992 году на площади около 17 тысяч гектаров. Следующие были в 2015 году на площади 15 тысяч гектаров в Украине и 10 тысяч гектаров в Белоруссии. Ну и самые масштабные пожары были в прошлом году, в апреле, когда сгорела практически треть территории зоны отчуждения. Второе, значит, всё-таки пожары сами по себе, они существенно изменяют экосистему, они изменяют барьерные функции тех же лесов, когда у вас сгорает подстилка. И эти вопросы, они достаточно ещё хорошо не изучены, насколько это опасно с точки зрения смыва, миграции радионуклидов. К сожалению, очень мало информации о радиологической опасности для окружающей среды пожаров на радиоактивной загрязненной территории. Поэтому, в общем-то, с пожарами надо бороться в зоне отчуждения. Нужна техника, нужен персонал. Есть очень много районов, куда трудно просто попасть сейчас, в результате, что нет дорог даже. Наибольшую проблему пожары представляют именно с точки зрения облучения участников пожаротушения, то есть пожарных. Для них это наиболее опасно. Наибольшую же опасность представляет внутренняя доза, именно ингаляционная доза, за счёт ингаляции и поступления радионуклидов в лёгкие. В чём будет состоять эксперимент? Дело в том, что основная задача – это оценить ожидаемые дозы для участников пожаротушения, для пожарных. Потому что это наиболее критическая группа, которая потенциально может получить самые большие ингаляционные дозы во время пожара. И разработать рекомендации для их минимизации. Единственный метод – это непосредственно во время проведения работ измерять концентрацию. Но измерять надо непосредственно в области дыхания пожарных. То есть надо при проблему отборнике располагать около лица человека. И тогда вы можете получить объективную более-менее оценку доз облучения, что могло попасть в человека. Такие эксперименты можно провести только в реальных условиях Чернобыльской зоны отчуждения для наиболее типичных лесорастительных условий и, скажем так, для консервативной оценки, для наиболее высоких классов пожарной опасности. Продолжение следует...